Итак, да продолжим же наше шествие в игре под названием Blade of Darkness. Сегодня на повестке дня гробницы эфира. Приступим. Один из самых мрачных уровней. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как мы видим, орочи племя добралась до сюда. Продолжение следует... Поговорим о рунах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот по бокам и по центру эти самые руны. Которые две мы собрали. И на этом уровне есть еще одна. Шаш, приступим к слегковому эфирю. Здесь у нас есть небольшой... как бы сказать подъем и дозорно видимо здесь опять пировал копьё там алебарда для амазонки но нам все это подходит и коса кого-то видели я нет правда отличная атака а вот наш дружище тролль а лошадь в в в в в спрятался Скосился. Готов. Итак, тяжелая булава. Давайте мы с лапами на это посмотрим. Дает все места атаки, отнимает тридцать един защиты. Обладает спецприемом. Удар лорда Кермана. Открывающимся на десятом уровне. В целом, неплохая булава, но в обычный прием лучше. Тиборный. Прям открыто леет. Сарган, разрушитель коробок. Ну и бочек. Что разглядываем? Какая интересная дверь. Также забыл вам показать новую атаку. Точнее прием на открывающемся на восемь уровне для рыцаря. Расчленитель. Вополняется атака вверх, плюс вверх. А также. Еще одно. Нижний удар выполняется таким же способом, только атака вниз и вниз. Капио. 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 Интересно. Порублен в парч. Снутренним этажом у нас лежит длинный межил варвар. Путь армины. И железный ключ. А вот и наш зазорный, которого мы сняли благополучно и удачно с луком. А вот и наш зазорный, которого мы сняли благополучно и удачно с луком. Здесь можно проявляться дверь. Лежит призрачный медальон. Призрачный медальон. Сопределение я одно. Лечит отравление. При его использовании. Собственно, как деле. Дуручный молот. И зелез здоровья на тысячу. Дуручный молот. Специальное оружие для гнала. Одно из четырех уникальных. Огус. 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 Я смотрю, скелеты-фокусники здесь находятся. Мертвые каскадеры, так сказать. Мертвые каскадеры. Мертвые каскадеры. Не дочитит тебя деревянный меч. Здесь он в деле полную здоровью. Ну вот, войны. В деле силы. А вот и еще одни мертвые, друзья. Опа, перегнул. Новый уровень, девятый уровень. И открывается специальная атака на меч эльфов. Мечта. Либо же, на русский перевод, сон. Выполняется следующим образом. Атака плюс лево-вправо. Ой, извиняюсь. Вправо-вверх. Одна из лучших атак. Для рыцаря на мечи. Одна из лучших в игре. Три мощных взмаха. Очень хорошая атака. Продолжение следует... 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 На самом деле, это канализация нужно, чтобы пройти, закрытую дверь, таким образом. А также, можно пройти это место, стрельнув в кнопку за данной решеткой, без лука, используя канализацию. Чёрт возьми, оживший камень. Спасайтесь, кто может. Это и барец, смотрим. Один хелспойнт. Я мощнее твоя. Я – это крючок, который сжигает и пьетит все вещи. Я – он, который возвращает смерть на живой смерть. Итак, у нас появился 12 уровень. Открылась новая атака, точнее приём. Южный крест. Выполняется прожатием северного креста плюс атака. Северный крест плюс атака. Можно продолжать два раза. То есть. И снова северный крест. Потом южный, два раза. Забираем меч. И на этом уровень закончен. Северный крест. Северный крест. Северный крест. Простой волшебник или колдун. Есть что-то могущественнее. Определенно. И на острове Корумнас тоже есть. Уже опередил враг. Я больше, чем уверен. На этом всё. Серия подошла к концу. Мы прошли благополучно гробницей эфира. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Встретимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok